Поздравить с праздником Поздравить с праздником Поздравить с праздником То, что произошло в феврале 2017 года, лишь отчасти подкорректировало эту модель Лишь к концу 2017 года Россия смогла начать выбираться из жесточайшего кризиса Этот выход из кризиса был связан напрямую с тем, что власть в свои руки взяли народные массы И представлявшая их интересы партия Партия большевиков, партия, у которой была структура, организация И самое главное, партия, у которой была эффективная программа вывода страны из кризиса Все последующие события подтвердили эффективность и результативность этой программы Если ты честно оцениваешь свою историю страны, то ты честно должен смотреть их будущее Ты должен понимать, на чем может базироваться новый российский настоящий экономический рост И на чем может базироваться вывод страны из кризиса Нужно уметь делать честные исторические оценки так, как это делают наши китайские товарищи Только что в Пекине завершилась крупная научная конференция, которая рассматривала целый комплекс исторических проблем, проблем современности Сделаны принципиально важные выводы И китайские ученые еще раз подтвердили вслед за руководством КПК, вслед за председателем КНР Сельдзинпинем То, что социализм с китайской спецификой это прежде всего социализм Это его главная характеристика, главная характеристика того общества, которое сегодня развивается в Китае И этим обусловлены те самые экономические успехи, которые не признавать больше нельзя Именно китайские специалисты призывают и нас относиться достойно к своей собственной истории Ну, например, один из представителей Китайской академии общественных наук, выступая на этом форуме, прямо сказал И в российской историографии, и в китайской историографии Есть точка зрения, связанная с тем, что якобы сталинское увлечение тяжелой промышленностью было ошибкой в развитии советской страны Он призвал отказаться от этой собственно ошибочной точки зрения И пояснил, что именно на этом только и мог базироваться тот прорыв нашей страны экономический, который она продемонстрировала в минувшем веке И еще напомнил о том, что и сегодняшние экспортные возможности России, которые еще сохраняются, во многом базируются на той самой ленинско-сталинской индустриализации Если вы честно оцениваете 90-е, называете их лихими, то тогда вы должны в практике сегодняшней политической жизни, в практике тех решений, которые принимает власть, это тоже учитывать Тогда вы должны как следует разобраться с результатами приватизации, наказать тех, кто виновен в разрушении тысяч заводов, в покалеченных судьбах миллионах наших людей Но ничего этого мы не видим, мы не видим, чтобы с этой ситуацией власть разобралась, чтобы были те самые посадки, о которых говорил однажды президент страны И нет пропаганды того положительного опыта, который сегодня здесь в нашей стране существует Вместо того, чтобы демонстрировать модель иркутского успеха, модель того пятилетнего планирования, которое Сергей Георгиевич Левченко со своей командой реализует И достигает существенных итогов в пополнении российского бюджета и в развитии конкретных отраслей экономики Мы видим постоянные информационные атаки на него Вместо того, чтобы взять на вооружение опыт народных предприятий, вместо того, чтобы распространять эту практику по всей стране Мы видим, как продолжается травля Павла Николаевича Грудинина Но у нас есть вопрос, а кто будет отвечать за разорение совхоза имени Ленина, если это случится? За разорение передового предприятия? Кто будет отвечать? Так же, как и в 90-е не найдется виновных в том, что коллектив будет разрушен, предприятие развалено А сотни семей оказываются без достойной работы и без достойной зарплаты У нас есть своя экономическая программа, у нас есть свои подходы к сложившейся ситуации Мы тщательным образом проанализировали и нынешний бюджет Он нас ни в коей мере не устраивает Мы уже давно доказывали и показывали, что бюджет может быть увеличен как минимум наполовину Последние подсчеты специалистов фракции говорят, что и того больше И коль скоро бюджет сегодня находится в центре политического, информационного внимания Мы не можем обойти эти сюжеты и на сегодняшней пресс-конференции Вера Анатольевна, пожалуйста С днем Великой Октябрьской социалистической революции 102-я годовщина Уже давным-давно нет тех людей, которые принимали непосредственное участие в этих великих событиях Но память об этом событии жива во всем мире Живет она и в сердцах наших людей Наш народ досыто наелся капиталистическим миром, капиталистическим обществом и капиталистическими ценностями И сегодня все с надеждой смотрят вперед А впереди общество социальной справедливости То самое, которое мы так бездарно потеряли Залп «Авроры» возвестил о появлении новой эры, нового мира Первые декреты советской власти Декрет о мире, мир без аннексий и контрибуций Декрет о земле, который уничтожил помещичьи землевладения Рабочий контроль над производством И, наконец, плановая экономика У нас сегодня есть масса разного рода проектов Я бы даже сказала, прожектов Это национальные цели Это национальные проекты Это федеральные проекты Это указы президента первые и вторые И вот совсем недавно Мы получили еще один перечень Еще одних прожектов Это те самые 28 пунктов поручений Медведева Которые призваны сегодня конкретно решить проблемы Которые не смогли решить ни национальные проекты Ни государственные программы Ни подпрограммы Ни указы Ни все остальное Вы посмотрите, какое громадье наших планов И сколько у нас много целей и задач поставлено А мы давайте с вами возьмем только одну пятилетку Самую первую 1928 год по 1932 год Более полутора тысяч предприятий было тогда построено Шесть металлургических заводов Четыре тракторных огромных завода Два автомобильных завода Туркестано-Сибирская железная дорога протяженностью 1445 километров Это было сделано за пять лет Государственные программы, по которым мы работаем Тоже пять лет существуют в нашей стране Мы начинали с 2014 года Сегодня 2019 год Пять лет Что же мы получили за эти государственные программы? Если мы сравним первые пятилетки и последующие Мы можем назвать цифры Существенные цифры роста экономики нашей страны В два раза только за первые две пятилетки увеличился Буаловый национальный продукт В десятки раз к концу правления советской власти К концу советского периода И получается, что вот эти вот программы Проекты и прожекты, которые мы имеем Они не достигают своих целей совершенно Потому что я не могу назвать точно Сколько промышленных гигантов построено сегодня В рамках вот этих проектов Я знаю, что у нас огромное количество Недостроенных объектов В рамках федеральной адресной инвестиционной программы Я знаю, что у нас огромное количество Закрытых предприятий Цифру эту я вам назову За 20 лет было уничтожено 78 тысяч промышленных предприятий А давайте посмотрим, например 20 лет с 1951 года по 1970 год Тогда было создано 12 800 промышленных предприятий Вот понимаете, когда мы смотрим реальные планы А Сталин сказал, что вот государственный план пятилетний Это не проект, это директива обязательная для исполнения И в очередные 28 пунктов, 28 поручений Которые должны вывести нашу страну на уровень мировой По росту ВВП 3%, а на сегодняшний день 1,3% То мы понимаем, что это опять очередной набор слов И очередные прожекты Спасибо Они сообщили еще об одном важнейшем декрете Декрет о 8-часовом рабочем дне Многие из вас стоящих сегодня Даже не на контракте, а на договоре А раньше была гарантия рабочего места И даже ни одного выпускника вуза Пришедшего на предприятие или в институт Не могли уволить в течение трех лет Даже при наличии серьезных оснований Поэтому мы вам желаем Чтобы ваш труд уважался И вы историю уважали Потому что в Париже никому не приходит голову Площадь Бастилию празднить Или праздник Бастилии Будьте здоровы и с праздником!